Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, может ли человек измениться кардинально своими усилиями, или нужно поместить в себя совершенно неожиданно или стрессовое условие, чтобы это произошло, чувствую себя рабой своих привычек и апатичного настроения, знаю кем и каким хочу быть, но трудно сдвинуться. А своими усилиями очень сложно, потому что вы находитесь в ограничениях своего восприятия. Для изменений нужна мотивация, то есть внутреннее желание. А помещение себя в неожиданные стрессовые условия, да, может вас изменить, но может это и травмировать. Поэтому делать это, мягко говоря, несколько небезопасно. Что касается привычек, то они определяются вашими потребностями, и нужно не бороться с привычками, а осмотреть, какие потребности они удовлетворяют, и расширять, как бы, сферу удовлетворения этих потребностей, тогда привычки, ну, необходимость привычках отдадет. Что касается апатичного состояния, то это история про внутреннее подавление, то есть внутренний конфликт, его также нужно разбирать и корректировать. Что касается того, что вы знаете, кем и каким хотите быть, это история про «Я идеальна», это, скорее всего, не совсем история про вас. Но вот это то, что вы от себя требуете, и можно к этому стремиться, но требовать от себя быть таким, каким вы себя представили, это довольно сложная задача. Поэтому важно, опять же, поисследовать, вы знаете, кем и каким хотите быть, да, это вот история про что. Ну, потому что это большая история про то, что вот я сейчас стану, вот, ну, каким-то определенным, да, и все, и, ну, и мои проблемы решатся. Так это не работает, так это не бывает, вот, даже если вы станете, ну, собственно, вот таким, таким, каким вы себя видите, проблемы ваши, скорее всего, сохранят, то есть они не уйдут, потому что зависят они немножко не от этого, то есть они, ну, как бы не связаны напрямую с тем, грубо говоря, какой вы. Вот, это скорее больше связано с подходом к себе больше, вот, и не связано с тем, какой вы, потому что, ну, это просто немножко разные истории, немножко разная ситуация, разная ситуация. Ну, вот, это скорее больше про то, что вам себя сложно, ну, принять, по сути, да, вот, что вы себя не принимаете, вот. Вообще говоря, стать, стать каким-то, да, можно только, если себя принять, вот. А если вы себя не принимаете, то стать каким-то будет труднее, ну, сложно, гораздо сложно. Вот, это нужно учитывать обязательно, вот, если вы хотите меняться. Вот, ну, и еще нужно учитывать то, что результат будет не сразу, вот. То есть, вы достигнете результата, да, который вы хотели бы, ну, то есть, в некой такой, я бы сказал, ну, может быть, в отдаленной перспективе. А что вам, вот, условно говоря, делать сейчас, да? То есть, как вам жить, пока вы не достигли какого-то результата, да? Как вам, ну, как вам действовать, пока вы не стали тем, кем вот, кем вы себя видите, да? Это вот очень такой серьезный и важный, на мой взгляд, вопрос, потому что удовольствие и наслаждение от жизни можно и нужно получать, ну, вот, условно говоря, вне зависимости от того, получается, у вас быть тем, ну, тем, кем вы хотите быть или нет, потому что это, ну, не всегда, не всегда это реалистично, да, и вы можете как-то идеализировать свои представления о себе, вот, вы можете наполнять свои представления о себе, там, какими-то смыслами и значениями, вообще не имеющими вообще отношения к тому, чтобы кем-то стать, вот. То есть это все, это все необходимо учитывать, это все необходимо очень аккуратно корректировать, потому что при, ну, при таком подходе просто нереально легко себя сломать, вот, то есть просто вот начать, ну, сломать себя, да, начать себя подавлять и, в общем-то, все, вот, ничем хорошим это для вас может и не закончиться вообще, вот, поэтому я рекомендовал бы вам аккуратно подходить к вопросу изменений, потому что были кардинальные изменения, да, и, как я понял, что вы требуете отсюда этих изменений прямо вот быстро, то есть прямо вот сейчас мне нужны эти изменения, вот эта история на самом деле не слишком хорошая, потому что у каждого человека свои способности к изменениям, да, у каждого человека своя, ну, своя психика и, соответственно, у кого-то психика более гибкая, у кого-то психика менее гибкая изменения, и, соответственно, изменения идут тоже вот по-разному, то есть изменения тоже происходят по-разному в зависимости от возможностей психики, вот, как-то так, наверное, еще пару слов скажу про привычки, да, потому что вы эту тему подняли, вот, привычки дают ощущение стабильности, то есть вы пытаетесь контролировать себя, получается, вот, вы пытаетесь контролировать, вот, а контролировать все невозможно, вот, контролировать все нереально, и, соответственно, вы натыкаетесь на вот эту вот, проблематику того, того, что что-то контролировать, ну, что-то контролировать у вас не получается, вот, и это нормально, но вы к этому относитесь, вот, вероятно, эм, так скажем, ну, довольно негативно выкатанно относится, скорее всего, вот, это тоже то, что необходимо скорректировать, это тоже то, что необходимо, вот, помочь вам увидеть, вот. Такой ответ, эм, надеюсь, что вам это было интересно и полезно, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать обратную, э, э, начать, э, начать работу над собой, вот, сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Всего доброго.